Когда я купил подделку на площадке Алиэкспресс, Алиэкспресс имеет свои внутренние правила. Не имейте права ни в каких обстоятельствах выставлять поддельный товар. Вы сами должны за свои бабки отправить обратно. Я вам забыл сказать, что я также расскажу про ebay. Когда я вот так вот увидел, что эта наклейка, это просто туфта. Она стоит рублей 300. Имеет 95% положительных отзывов. То, что он продал подделку, всем как бы пофигу. Все, нету у него никаких товаров, а было очень много. Ребята, всем привет. Это вторая часть видео. Сегодня видео будет посвящено Алиэкспресс. Казалось бы, обычная ситуация. Получил поддельные кроссовки. Приложи доказательства, да тебе вернут деньги. Но во что это все вылилось, вы узнаете сегодня. Это просто жесть. Сейчас я вам покажу, как открыть спор. Заходим в заказы, открываем спор. Обязательно выбираем. Не нажимаем подтвердить получение товара. Ни в коем случае. Открываем спор. Тут уже вбиваем только возврат. Без отправки товара. Получили товар, да. Подделка выбираем. Не соответствует описанию. Не надо выбирать. Именно подделка. Вбиваем сумму. И сам текст. Прилагаем 3 фотографии. Здесь почему-то максимум 3. Это моя была ошибка. Я видео еще приложил. Жмем отправить. Все. У нас все получилось. Теперь мы открыли спор. Все. По датам вы можете сами посмотреть. Вот мои 3 фотографии. Я не знал, что можно еще, оказывается, прикрепить дополнительно. И вот, что отвечает нам продавец. Продавец ответил, что все мои кроссовки отправляются только без коробки. Хотя, это вранье. У него там отзыв был с коробкой. Человек прилагал. И у меня, типа, есть антиконтрафактное лого на NB. Типа, вот мое доказательство, что они оригинальные. То есть, я сделал такие фотографии, да. То есть, в охренительном разрешении. Все четко видно. Четко понятно. Здесь вот уникальный номер. Я и по самим биркам. Ну, то есть, тут и дураку понятно, что здесь, где левак, а где оригинал. Таких даже бирок, как у левака, не бывает в природе на оригинале. То есть, здесь все прекрасно написал на международном английском языке. И вот самое главное мое доказательство, да. Четыре полосы NB. Это ультрафиолетовое излучение. И на подделке, да, там, две еле-еле. И вот он мне пишет, типа, он сконвертировал, видимо, через домофон. И он мне показывает, что, типа, вот у него есть какие-то полоски. Там они виднеются. И этого, типа, достаточно. Пофигу, что их две, что они тусклые и что одного цвета. Ну, и не четыре, не четыре. А здесь он показал, что, типа, у него и у меня разные версии. Типа, у меня другая версия, и должно быть другую, именно, другая должна быть бирка. Вот, смотрите, сколько я приложил всех доказательств. Я не знал, что здесь можно было вообще не писать. Смысла нету писать. Видите, я уже не знал, как даже написать. И так писал, и так уже, знаете, на пальцах все. Уж думаю, как-нибудь-то меня поймут. Все-таки, конечно, ограничения по языку существуют. Вот я ему даже приложил, какая должна быть настоящая бирка на серой версии. Именно на серой версии, коль ему там что-то не устраивает. Но это явно не та бирка, которая у него там. Там даже Madden USA посмотреть. Тут привлекли Алиэкспресс. Он вынес решение. Либо я отправляю кроссовки обратно, и мне потом вернут 4 900, но отправка с меня 2 косаря. То есть, я должен 2 косаря откинуть. Да, то есть, у меня получается 3 косаря возврат будет. И еще второй вариант. Они мне, то, что у меня нет типа коробки, да, без коробки. Они мне типа 988 рублей отдадут, и все. И типа на этом все. Я пишу типа, уважаемый Алиэкспресс, с какого фига я должен отправлять обратно левый товар? Я все доказательства приложил, что он левый. Вы куда-то смотрите вообще в никуда. Спор обострен, видите? Тут уже как бы Алиэкспресс это не конечное решение. После обострения спора еще может быть, то есть, они по-другому конечным, видите? Они вот такие решения сделали, да? Я все отклонил, само собой. Думаю, заручусь поддержкой, напишу в NB российский. Пишу, вот, прилагаю опять все фотографии левого ка. Говорю, подскажите, подделка это или нет. Купил на Алиэкспресс и так далее. Что они мне ответили? Кстати, с их сайта на английский, то есть, ну, американский. На другие NB не перейти. Это большая проблема. Специально, чтобы вы не зашли, ну, не удивились ценам на американском NB. Ну, вы меня поняли. Я получил ответ, смотрите, что они написали. Мы являемся официальным представителем список такой-то, такой-то и все, короче. Типа, вам нужно в китайский NB писать. Я пишу, что типа, нафиг мне китайский. Я с вас спрашиваю. Я же в России живу. Мне нужна ваша оценка, чтобы я смог предоставить в качестве доказательств, что они мне прислали подделку, чтобы это все было официально. Параллельно пишу, все-таки зашел через Tor-браузер, да, специально зашел на американский. Вот опять светофоры пошли, все дела, дороги. Написал, короче, на американский. То же самое все абсолютно, только на английском языке. Американский NB отправил, да, запрос на оригинальность. Также запрос на китайский сайт. Все одинаково писал. Три фотографии. Это вот основное фото, там, тег. Ну, вы видели и так далее. И там все прекрасно видно, даже где 2013 год засветился, там уже все прекрасно видно, где вот эта бирка прикреплена. Вот, сами видели, сейчас, что я прикреплял всем. И вот, что мне пишет российский NB. Это просто трэш. Единственный способ определить оригинальность обуви, это пользоваться официальным сайтом. И опять свое барахло. Там тыдым-сидым, как найти наши магазины. Ну, короче, вот эта фигня. Опять на китайский сайт меня отправляет. Это меня просто сбесило. Я им тут уже начал писать и говорю, ну, в рамку, что повешаю ваше высказывание. Это да. Мне нужна была поддержка, мне нужна была помощь. А их официальная, то есть, техподдержки. А они мне вот так, то есть, надшибись написали. Ну, короче, меня послали. Теперь посмотрим, что ответили американцы. Американцы здесь ответили уже, знаете, написали все, как определять оригинальность. То есть, просто тупо. Вот. Спасибо, что связались. Так, трудно определить подлинность, посмотрев ваши картинки. И, типа, в наших. Так, ярлык со стороны. Короче, пишут, как вообще определять общего плана. То есть, не по моей части, а просто мне пишут какие-то инструкции. Вы сами можете остановить, посмотреть, что они мне тут написали. Короче, просто общего. Я говорю, реально сложно определить. Вы, типа, не видите, что у вас такого вообще ярлыка не бывает вообще. И в природе не существует. Вы не видите, что там 2013 год, да? А не 2016. Следом, они, мой вопрос, видимо, передали более компетентному человеку в этой области. И он хоть чуть-чуть разрулил вот это. Чуть-чуть. Ну, вообще слабо, конечно. Он тут, опять же, какой-то бред написал. Ну, и толкнул еще бред по поводу того, что на американских ярлыках должна быть дата изготовления. Но там не должно быть. Но сказал при том, что на бирке вместо 2016 указан 2013. Вот это было верно. А китайцы красавцы. Посмотрите. Ну, я от них больше ничего и не ожидал, кроме такой вот. В настоящее время информация о авторизации платформы еще не найдена. Рекомендуем связаться с платформой. Ну, понятно. Отшили просто. Единственный способ определить оригинальность обуви, это пользоваться официальным сайтом. Вы все уволены, черти. Я бы так, наверное, сказал, если бы был начальником у всех этих людей. Вы просто позорите эти все бренды. Понимаете? Идите-ка ко мне на завод. Шлифуйте, наверное, гайки лучше с выработкой 1 миллиард в месяц. Как раз будет время, чтобы подумать над своими словами, потому что такого бреда я в жизни не слышал. Это просто позорище. Просто позор. Техподдержка никакущая. Просто ни о чем. Основная задача техподдержки – это помогать людям. Если вы не разбираетесь в том, что продаете, вы вообще никто. Вы понимаете? Это самая основная задача – помочь потребителю. А помочь в виде того, что сказать, до скольки работает магазин или по какому адресу магазин, это вы, конечно, можете. Это нафиг не надо. Никому. Нужны вот именно вот эти консультации. Именно специализированные консультации. Вы ради этого там и находитесь. Я не буду философствовать. Знаете, что подумаю, а вот эту фразу уже сделал именно картинку. Повешиваю именно в рамочку и на стену. На стене у меня будет висеть, и все будут подходить, спрашивать. И я буду рассказывать именно вот эту историю техподдержки российской НБ. Ну, вы просто опозорились. Смотрите, что происходит дальше. Дальше я, оказывается, увидел, что можно прикрепить в доказательство еще фотографии. Неограниченное количество, что я и делаю. Не просто там, где-то там писать ниже, а именно в доказательство. Смотрите, сколько у меня. То есть, я все прикрепил. Плюс ко всему этому, знаете, что у меня появилось? У меня появился официальный ответ New Balance о том, что это пара-подделка на двух языках. На русском и на английском. Не спрашивайте, откуда она у меня появилась. Просто появилась. И все. Так, вот все у меня есть. Видите, я подгрузил доказательства. То есть, все у меня есть вообще полностью. Все осталось решение за Алиэкспрессом. Конечное. Проходит там что-то 5 или 7 дней. И, типа, продавца вообще понесло. Он начал на меня фигню такую гнать. Вообще, Пургу, смотри. Покупатель намеренно разбил товар, продукты, которые мы продаем. Все, типа, уполномоченные. Если их не принять, они будут уничтожены. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Короче, он фигню какую-то пронес. Спор закрыли. Прикиньте, в итоге, конечное решение Алиэкспресс. Та-дам, сейчас будет. Та-да-да-да-да-да. Ну, вот вы сами все видите. Спор закрыт. Мне возвращают 988 рублей за то, что продавец прислал без коробки. И все. Все, до свидания. Пошел ты нафиг. Вот. Вот они все пишут. Я подаю апелляцию на спор. Они, типа, написали, что, типа, мои все доказательства недействительны вообще. Недействительны мои ни одно доказательство. А продавец, типа, приложил вот эти доказательства, и он выиграл. Ой, я подал апелляцию, что, типа, я не согласен с этим. Куда смотрите-то вообще? Просто вы вообще, я не знаю, у меня не было слов. Как такое? Они как будто не смотрели даже. Не видео. Я же им видео приложил. Все приложил. Все доказательства. Он даже дурак поймет. Видите, что они написали? Доказательства недействительны для вашего спора. Это я был в шоке. Посмотрите, сколько там людей купило у него. То есть, сколько он людей обманул. И люди эти думают, что они купили оригинал. Вот, кстати, тот отзыв. Смотрите. Человек с коробкой, видите, отзыв делает. А он мне говорит, продавец, что я с коробкой никому не отсылаю. Он врет просто. И теперь, только теперь можно оставить отзыв после того, как спор закрыт. Понимаете? До этого я не мог отзыв отставить. Я оставил отзыв. Конечно, все написал, как есть. Чтобы все знали. Ну что, двигаемся дальше. Пришли через несколько дней результаты по моей апелляции. И тут не все так хорошо, как я думал. Причина отказа. Я искренне сожалею. Как обычно, извините. Продавец нам предоставил сертификат о том, что типа у него все оригинальное. Вот так поворот. Я думаю, настало время техподдержки именно российской Алиэкспресс. Захожу здесь. Вот видели, как через другие вопросы. Здесь помощник Эва. Виртуальный помощник. Ей нужно написать пару непонятных фраз. И она вас переведет в онлайн-чат. Здесь, опять же, все на моей стороне. Я объясняю ситуацию, что все доказательства на моей стороне. Но почему-то апелляция отклонена. Спор проигран. Все проиграно. Они говорят, что не волнуйтесь, мы на вашей стороне. Мы сейчас возьмем, аннулируем всю апелляцию и составим заново. И в итоге я вам наперед скажу, что я сделал через них три повторных апелляции. Все они были отклонены. Прикиньте, они говорят, вот возьмите, оставьте отзыв на решение отклоненной вашей апелляции. Отзыв на отзыв. То есть, вообще, масло масляное. Я оставляю то, что я опять недоволен результатом апелляции. Что-то вообще. Далее, думаю, ну терять-то нечего уже. Теперь последняя инстанция это сам Сбербанк. Но не иду в сам банк, чтобы писать претензию. А именно, пишу через мобильный банк. Там есть как раз функция, но вы все видели. Именно претензия, 2000 символов. Все составляю. Все опять же, то же самое описываю, чтобы сделали чарджбэк. Это отмена транзакции, которую месяц назад. То есть, отмена перевода денег. Они уже Сбербанка отправляют в международный банк и так далее. Вот с них теперь спрос. Все принято, через 7 дней, ну в среднем, они отвечают по этому поводу. И пришел ответ. Посмотрите, я позеленел. Для возврата покупки обратитесь к сотруднику из торгово-сервисного предприятия. Если операция проведена с предъявлением карты, то для возврата потребуется карта и чек. Это как будто я просто сходил в магазин, купил, не знаю, кусок хлеба. И вот я хочу возвратить его обратно. Ну они же даже не читали ни черта. Ответил мне всяко робот. Инструмент для давления на Сбербанк является банки.ру. Там, когда отзыв пишешь, у тебя все прикреплено. И карта, то есть, отзыв твой именно настоящий. Я оставил два отзыва именно через горячую линию и просто на Сбербанк России. Все, опять же, опять же, все заново. Всю ситуацию я описываю от и до. То есть, я написал, как вы видели, заголовок, что я получил, надеялся на помощь, а получил шаблонный ответ. Все, их ответ Сбербанка я написал. И пишу, вы что не знаете, что такое Алиэкспресс? Какую там карту я должен кому предъявить? Какое сервисное предприятие? Ну это же позор. Тут ответил администратор из Сбербанка России. Вот представитель сказал, что все, они займутся моим вопросом. И тут сразу же, следом поступили звонки мне на телефон. Поступила сразу же, параллельно Роза мне из Сбербанка написала. И она же звонила, хорошая дама. И вот написала, то есть, сообщение на почту. Опять же, все нужно описать. Когда товар купил, получен, где товар. Короче, все нужно. Я им, опять же, прикиньте, я там часа два сижу. Сколько я время потратил? Кто это будет заниматься столько, как я? Да никто. Посмотрите, вот предоставляю то, что администрация техподдержка Алиэкспресс русская мне писала. То, что они на моей стороне, все на моей стороне. Ну вообще, Алиэкспресс техподдержка, это как бы люди, сочувствующие вечно вам, но толком ничем не могут помочь. Они только могут апелляции заново подавать и ускорять какие-то там процессы. Больше они полномочий ни на что не имеют. Все, отправил, они говорят, вот до 20-го там пару дней, тут 5 дней ждите. Потом, видимо, когда прочитали, уже на 11 дней, то есть на 2 недели откладывается. И потом, когда это все они отправили, уже в Международный банк, это банк Эквайер называется, они пишут, что нужно подождать полтора месяца. Прикиньте, полтора месяца ждать, что, какое решение будет от этого банка. То есть это будет разбирательство. Очень долгое, полтора месяца, не каждая силит. И примерно через где-то 2 недели мне приходит на почту, что ваш заказ has been frozen. А я думаю, Мадонну вспомнил, что frozen, frozen, что-то замерзло что-то или что. Заказ заморожен. Думаю, да ну ты нафиг, вот это да, вот это поворот. И вот, смотрите, ваш заказ заморожен, так как вы потребовали возврат банк удержателя карты. То есть возраст средств через банк заморожен, пока идет следствие. Думаю, ну хороший вариант. Вот, посмотрите, магазин, как у продавца, назывался, New Balance, GeneQ, там 91% положительных отзывов. Все, заказ заморожен. И, посмотрите, магазин уже другой. Его закрыли, но не сразу. После заморозки прошла еще неделя, то есть 3 недели и магазина нет. И товаров у него нет. И ничего больше нет. Все, как бы правда тут уже восторжествовало. Ситуация за малым. Тут видите, написано, этот товар хорош, что аж его разобрали так быстро. Ну да, конечно, очень хороший товар. И здесь появляется такая штука, компенсация опыта пользователя 15 ноября. Я так и не понял, что это такое. Типа уже выполнено, да? Я опять повторно подал апелляцию через техподдержку российской Алиэкспресс. Я жду, денег пока не было. Я не знаю, может быть они придут скоро. Ну что, друзья, вот такое вот объемное сложное видео получилось. Деньги мне до сих пор не вернули. Ну, все-таки сейчас идут выходные. И, может быть, после выходных как раз мне деньги и вернутся. Но пока они не вернулись. В любом случае, в одном из следующих обзоров, я думаю, рано или поздно, я скажу, что да, все-таки деньги Алиэкспресс вернул, либо банк вернул. Ну, точнее, здесь уже международный банк. Им уже деваться некуда, вы понимаете. Я уже все шаги предпринял, чтобы мне обратно вернули деньги. Хотя мне было и пофигу. Мне просто важно, знаете, как борец за справедливость, мне было важно победить в такой мини-войне. Ebay быстро сдался, потому что куда им там плясать. Хотя я Ebay еще проверю. Именно с кроссовками поддельными, Adidas куплю какие-нибудь. И вот такую же ситуацию поставлю. Как они будут там выкручиться? Они уже тоже запрещены подделки. Здесь Алиэкспресс по максимуму, по максимуму отвертывался. Видите, суть-то в том, что они переводят мои все запросы, то есть мои жалобы по подделкам в сферу не подошел по описанию товар. То есть это две разные вещи. Не подошло по описанию и подделка. Это две разные вещи, абсолютно разные. Абсолютно разные наказания именно для продавцов. В одном случае там вообще какие-то штрафные небольшие баллы, в другом случае вплоть до закрытия. Что и здесь. Все магазины закрылись здесь, товар не продается больше. Я как бы победил. Меня это все устраивает. Но это видео было показано для того, чтобы рассказать и показать вам, что все вот эти правила защиты покупателей никакая не работает. Ничего не работает. Абсолютно. Как и у нас законы в России. Все на бумажках есть. Госструктуры, полиция, там Роспотребнадзор. Все госструктуры, все есть. Но они вам ничем не помогут. В случае проблемы ничем не помогут. Либо помогут, но нужно будет порвать жопу. Я считаю, вот как вот здесь. Я просто рвал жопу. Я вообще все инстанции, можно сказать, обошел. Да не можно сказать, я обошел все, что можно. Это по максимуму. Вы по Алиэкспрессу видели вообще когда-нибудь такое? Вот такое полностью. Все. Цепочка. Все варианты. Я пробую один вариант, не получается. Пробую другой вариант, не получается. Пробую, пробую. Все, пробую. Меня везде отфутболивали. Но везде я добился, чтобы как бы что-то восторжествовало. Для меня это было главное. Я не хочу много базарить. Просто пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Чтобы видео хоть как-то выводилось. Чтобы люди понимали, что сейчас творится. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.